В первую очередь, законопроект, который я сегодня докладывал, говорит не только о признании ЛНР, ДНР террористической организации. Это закон, который будет в будущем применяться к любой организации, которая будет действовать против интереса Украины. Дискуссия была вокруг процедуры признания террористической организации. Министерство юстиции, как разработчик данного законопроекта, предлагало, чтобы Генеральная прокуратура и Служба безопасности обращались в Высший административный суд. И тот по особой процедуре за один день принимал решение, является эта организация террористическая или нет. Народные депутаты с ряда фракций наставили на то, чтобы статус террористический присуждала Верховная Рада. Поэтому будет второе чтение, и там будет дополнено, что утверждает статус террористической организации Верховная Рада. Это нам необходимо для того, чтобы на международной арене ни у кого не было иллюзий, что ЛНР и ДНР, они стоят в одном ряду с такими организациями, как Аль-Каида. То есть теми, которые целенаправленно действуют на уничтожение гражданских лиц, на достижение своих целей путем террора.